дима стой на 2001 год ты вообще себя помнишь в этом сколько было 16 лет очень легко отмерять потому что я знаю что например 2002 мне закончил школу знаешь соответственно минус год 2001 а у тебя нет такого что ты меряешь года спортивными событиями абсолютно но это чётное всем привет это проект хроникл мы покопались в истории чтобы достать все самое интересное сегодня обсуждаем 2001 спортивный год майкл джордан возвращается в нба какими были последние сезоны лучшего баскетболиста в истории гибель вратаря цска черный август для российского футбола роман лучший теннисистки россии суперзвездой поп-музыки анна курникова и энрике иглесиас покупки года реал забирает зидана адана уайт малоизвестные кризисные ufc так начиналась история 2001 знаковый год для смешанных единоборств view все приходит бывший асфальтоукладчик вышибала боксер и начинающий бизнесмен дана уайт он переворачивает индустрию началась новая история боев без правил ну как их тогда называли куча бабла харизматичные спортсмены и шоу мирового масштаба данного уайт вырос в неблагополучной семье в юности он работал вышибалой в ночном клубе швейцаром в отеле и даже укладывал асфальт на улицах бостона все это у уайту не нравилось его страстью был бокс да она обожал его с детства чтобы оставаться в любимом деле уайт работал детским тренером и менеджером боксеров на волне личного кризиса судьба свела уайта с братьями фрэнком и лоренцо фертита владельцами казино в лас-вегасе их объединила любовь к боям без правил амбиции и деньги попутно с историей дана уайта развивалась и история юфси промоушен появился в начале 90-х годов это было зрелищно но не очень популярно одним из участников первых ивентов был россиянин олег тактаров 95 он даже одержал победу на турнире промоушена интересный и новый формат турнира не собирал кассы на билетах и платных трансляциях но поклонники у этого жесткого шоу были и один из них как раз дана white 2001 году промоушен почти обанкротился и чтобы его спасти white уговорил братьев вместе приобрести юси всего за 2 миллиона долларов ну вот так для сравнения 2023 промоушен заработал больше миллиарда долларов но в начале века дана нашел компанию в ужасном состоянии новые владельцы получили старый октагон и те самые три буквы ю эф си алтимей файринг чемпионши вот в таких условиях white начал раскрутку промоушен и на white president of the ultimate fighting championship дэна градюляция санды форшал that's got to feel good thank you very much white обращался во все сми раскручивал местных еще мало известных бойцов хантил талантов по всему миру дела улучшались но очень медленно в 2004 инвесторы хотели выйти из проекта потому что не видели в нем перспективы но настойчивость уайта взяла вверх партнеры остались через год юси запустила на тв бойцовская реалити-шоу the ultimate fighter боссом юси с трудом удалось вывести свой продукт на телевидение но успех был ошеломляющим проекте продюсеры объединили ток-шоу с конкурсным отбором юси это привело кучу послонников и новых бойцов шоу в котором перспективные бойцы бились за контракт стало одним из самых популярных на американском тв именно первый сезон шоу спас промоушен от продажи а сами бойцы стали прилично зарабатывать каждый турнир ставил рекорд по продаже трансляции тогда и стало ясно что юси это всерьез и надолго ну смотри смешанное единоборство я как человек из единоборств юности дзюдо занимался долго я поначалу относился с какой-то опаской странно все это тогда же это еще называли бои без правил знаешь как вывезла крутая и ко всему этому относился со скепсисом в том числе но до жути зрелищно до жути как-то это знаешь тебя увлекает невозможно если ты у кого около экрана оторваться особенно тогда когда трансляция был мало ну слушай у меня своеобразное отношение с боями я из старого оскола и поэтому все мое детство прошло под именем одного всем известного человека это еще до вообще какого-то там юси какой-то популярности просто нам рассказывали что он куда но это скорее было параллельно да да в японии там безумие творился промоушены были на а я настолько всегда был мимо этого то есть я несколько раз то я вроде каратэ чуть занимался несколько раз приходил смотрел они там все борются дзюдо самбо все дела но я настолько был мимо этого еще помню вот эти вот девяностые когда район на район махались и там на брат брат номер два емельяненко который тоже прославился много чем когда фигурировал мне просто или не ходи туда там могут я просто и для меня это все чуть-чуть вот мимо и ты все равно шел да я не шел но это старше были пацаны слава богу я не шел а то сейчас я играл бы в слове пацана а точнее бы играли меня в слове пацана в конце бы мою могилку показали просто поэтому я все время как-то мимо-мимо но я понимаю популярность этого вообще любой спорт это выплеск эмоций это что-то первозданное один побеждает другого а бои самый первозданный вообще вид и видишь мне кажется эту тему первозданности данный уайт как раз круче остальных оседлал он же ведь ему еще принадлежит эта крутая фраза о том что мы все люди и борьба в нашем днк но это чистая правда он тоже как просто это все нужно на другой уровень просто продал это круто продал это круто так все и работают за то что это было всегда популярны но смотри выходит два чувака и и дерутся ты даже если во дворе это увидишь ты скорее всего остановишься и будешь зырить дали снимешь с балкона и выложить но эффект взял смотри да они еще накаченные голые статуировками смотри эффект чем состоял до него до данного это это все равно было немножечко шоу фриков это все равно были 250 килограммовые здоровенные сумоисты против худого пацана в кимоно маркетинговый гений маркетинг он этому дал качество он мне кажется как бы его главная заслуга в том что она все обрамил во что-то по-настоящему серьезное деньги пошли когда к этому перестали относиться как клоунаде да да его его еще и менеджерский дар в том чтобы всех увещевать объединить подмазать на успокоить и он же еще и крутой в этом плане психолог и в итоге чувак зарабатывать миллиард 31 марта в самом центре москвы китай город мелькали кулаки и холестала кровь фанаты спартака и цска перед матчем команд столкнулись в массовой драке фанатская потасовка продолжилась на стадионе лужники но дрались уже с правоохранителем каждому человеку необходимы острые ощущения в любом случае правильно согласно вот кто-то катается на американских горках там для этого там вот наркотик употребляют а нам это не нужно рассвет фанатских столкновений произошел после распада ссср 90 это было обычным делом выяснять отношения на кулаках перед матчем как и быть попитым где-то во дворах москвы за шарфик не того цвета особенно если это касалось болельщиков спартака и цска раздали снимайте ваши цвета мы сказали не с ним они просто начали драку троллейбусе 31 марта в лужниках проходила московская дерби утром близ станции метро китай-город столкнулись хулиганы двух команд пока на место ехала милиция фанаты успели превратить центр москвы в настоящее поле боя кто-то бился на кулаках но были фанаты с бутылками арматуры дрались прямо на проезжей части на футбол никто из числа болельщиков с китай города не поехал опасаясь попасть милицию фанаты не спускались метро и расходились небольшими группами на стадионе произошла новая потасовка но уже между спартаковскими фанатами и правоохранительными органами фанату утверждали что против них применяли силу в ответ болельщики отрывали кресло с трибун и бросали их в хорошо экипированных бойцов прямо во время игры тот день фанаты выломали полторы тысячи сидений за всем этим свип ложи лужников наблюдал мэр москвы юрий лужков футбол отошел на второй план игру даже не было видно дым от фаеров закрывал все поле задержанными оказались сотни фанатов они жаловались на побои за что бьет не знаю за просто так за то что на футбол сходил просто иду со стадиона там просто у них такой коридор образовался и все кто выходит они всех в итоге матч и все его события оказались знаковыми для всего российского футбола после этого встал вопрос о дополнительных мерах безопасности на стадионах там было много милиции но она вела себя очень деликатно ее не было заметно гегемона уложили историческое событие произошло в российском баскетболе команда из перми урал грейд впервые выиграла чемпионат страны совсем молодой клуб сделал невозможное оборвалась 9-летняя победная серия московского цска пермский клуб урал грейд образована в 1995 году на базе местного технического университета который выступал во втором дивизионе игры проходили в студенческих залах главным создателем клуба был пермяк сергей кущенко будущий президент бк цска и единой лиги втб начиная в сомнительных условиях девяносто девятому году команда добралась до полуфинала баскетбольной суперлиги урал грейд первом стране в день игры начал организовывать предматчевые шоу клуб работал для новой аудитории поэтому команду быстро начали называть народный урал грейд сумел сделать правильную концепцию работы со зрителями я помню вот как сейчас когда мы приезжали туда играть это было нечто похожее очень на нба у меня действительно есть там опыт да посмотреть как это в нба но со своим таким флером региональный флер очень странный с одной стороны но с другой стороны я понимаю что в регионе это только так возможно когда у тебя на матче там люди приходили красиво одетыми это был как светский выход огромное количество билетов разных категорий там пониже повыше подороже ты сидишь почти на паркете в 99 пост главного тренера клуба занял олимпийский чемпион 72 года легендарный сергей белов и с ним команда сразу же взяла серебряные медали армейцы к тому времени ни разу не отдавали золото чемпионат россии но в следующем году команда белова прервала их девятилетнюю победную серию армейцев урал грейд прошел в полуфинале это стало настоящей сенсацией сезона а в финале пермики в трех матчах обыграли казанский уникс и впервые в истории взяли чемпионат россии урал грейд повторить свой успех на следующий год и завоюет кубок россии в 2004 но даже самый сильный самый яркий региональный бренд может в один момент исчезнуть пермский баскетбольный клуб урал грейд вот-вот закроется сезоне 2009 2010 из-за финансовых проблем команда прекратила свое существование на урал грейд задал такую планку вообще любви к команде что до сих пор команды уже нету там сколько-то 10-15 лет а все равно город живет баскетболом сейчас там в разговорах мы вот тогда там в девяносто девятом приходили на игры смотрели болели реал к нам приезжал барселона вот мы здесь так играли цска выигрывали вот мы до сих пор приводим в пример эту команду как можно и какого уровня можно достичь любовью к баскетболе к баскетболу в регионе разгон небольшой поворот и что бы не случилось михаил шумахер в любом случае становятся единоличным рекордсменом за всю историю гонок гран-при у него теперь 52 победы и у михаила шумахера 104 очка в чемпионате напомню что абсолютный рекорд это 108 очков главная околоспортивная сплетня 2001 года что там у курниковой с иглесиасом встречается ли российская теннисистка анна с популярным испанским певцом энрике ну или это все креатив агентов и пиарщик за возможным романом нашей самой известной спортсменкой того времени охотятся все папарацци мира она молодая успешно и очень перспективная еще в 15 лет курникова дебютировала на олимпиаде нашей спортсменки не было равных и в медийном поле годом позже 2002 журнал fhm поставил ее на первое место в топ-100 самых сексуальных женщин современности она крутила романы самыми известными женихами состояла в отношениях с российскими хоккеистами павлом буре и сергеем федоровым это звезды но вот анна курникова очень симпатичная девушка блондинка но вот так прям чтобы иглесиас в нее в тюрился чтобы все с ума сходили вот настолько красиво ну слушай дим я не знаю насчет иглесиаса но 2001 году мне 16 как ты думаешь на курникова красивая дпп просто великолепная звезда ну во первых звезда во вторых но это коса но она курникова не ну подожди ну ты вот в клипе ее видел да круто он там выглядит как везде так подожди 5 сек у меня ставка в инлайн сыграла о чё зарядил фрибет смысле фрибет он же при регистрации даются нет есть акция называется фрибет светит всем с 14 по 25 сентября любой кто заходит приложение в инлайн может увидеть специальное уведомление и получить фрибет потому что в инлайн что делает разницу назад истить в 2001 году 20-летняя курникова получила травму и надолго осталась без тенниса и в том сезоне у нее он как вы понимаете высвободилось время и уже звездная девушка решила посвятить себя чему-то новому тогда и и поступило предложение сняться в клипе одного из самых популярных певцов ну наверное мира на тот момент глисис долго выбирал кто станет героиней его нового видео пока не помог случай музыкант лениво перелистывал глянец и ему попалась на одной из страниц красотка анна и красота этой русской блондинки не оставила ему шансов клипе на трек escape курникова и иглесиас играли любовников сыграли так убедительно что чувства перешли и за пределы съемочной площадки пару все чаще видели вместе а папарацци искали любые подробности роман через год после знакомства курникову заметили с кольцом на пальце но официально пара до сих пор не сообщает о браке 2003 курникова завершила карьеру и тогда было всего 22 года это очень рано но теннисистка решила посвятить себя семье курникова и иглесиас настолько избегают публичности что даже о первой беременности теннисистки все узнали уже после родов несмотря на разные сплетни пара вместе уже больше 20 лет а альбом escape остается самым успешным в карьере артисты главный футбольный трансфер 2001 года это переход зенедина зидана в мадридский реал выглядело вроде все логично лучший игрок мира теперь играет за лучший клуб мира с этой сделки началась новая эра в истории галактикос да и мирового футбола то в двухтысячном новым президентом мадридского реала стал флорентино перес его компания строилась на двух обещаниях я решу финансовые проблемы команды и я приведу в реал суперзвезд перес хотел чтобы клуб держал планку королевского а для этого нужны были громкие переходы обещания перес начал выполнять сходу 1 большой сделкой стал переход португальского полузащитника луиша фигу за рекордные 56 миллионов евро до мадрида фигу был вице-капитаном барселоны главного врага реал останавливаться на этом перес не собирался и следующей целью выбрал зидана ну зидан в 2001 году это небожитель действующий чемпион европы действующий чемпион мира обладатель золотого мяча символ франции ну именем человека финты называли но вот в клубе все было не так гладко играя за ювентус зизу сваливался в эмоциональный кризис два поражения финалах лиги чемпионов пара сезонов без чемпионств в италии ну амбиции наверное требовали другого к тому же у руководства ювентуса фаворит их скорее был не зидан а воспитание клуба александра дель пьер возможно это задевало зизу футболист очень хотел уйти но ювентус торговался после долгих разговоров и работы агентов туринцы согласились продать зидана попросив за него безумные 100 миллионов евро и клода макелеле в придачу клубы долго торговались и сошлись на сумме 73 с половиной миллиона евро это был рекорд ну вот поверь я тогда точно плоди по много это было космически много вот эти 78 супер но ты веришь в эту историю про то что я бы отдал его за 60 а я бы заплатил и 100 что когда они договорились за 80 миллионов что уже подписав документы президент ювентуса сказал вообще-то я бы его отдал за 6 каждый из этих миллионов они грызли стим для меня зидан это человек который может все на поле вот просто дай ему задачу отобрать мяч легко в отличие от роналда там отдать передачу вот тебе такую вот секунду там забить любой гол сколько уличных пацанов поломали ноги пытаясь сделать и гранди на это настоящая икона и мне кажется знаешь это это вот то что и должно было произойти чтобы лучший игрок мира попал в лучшую команду не ну на тот момент это все тогда сошлось вот в какой-то одной точке и сколько угодно можно вот говорить про эти галактика чтобы накупили звезд но они исполнили нашу детскую мечту они просто собрали самых сильных футболистов то что мы любили делать в фифе в менеджере и так далее и показали как это работает дания самое главное что не все из этих футболистов были нужны а вот ты говоришь с про триста там 20 допустим миллионов ну кей он он выиграл но не он один но он принес кубок чемпионов тогда а потом еще три кубка чемпионов тренером и принес ли бы он эти три кубка чемпионом тренером реала если бы на тот момент не оказался игроком и легенды реала я думаю зидан даже заработал больше для реала в я считаю четыре кубка чемпионов нормальные бабки а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А еще футбол бывает смертельно опасным. Спортивная трагедия шокировала всю страну. Утром 28 августа в московской больнице скончался вратарь ЦСКА Сергей Перхун. Несколько дней он находился в коме после страшного столкновения с соперником в игре чемпионата России. Футболисту было всего 23 года. Воспитанник украинского Днепра Сергей Перхун уже в 16 лет дебютировал в чемпионате страны. В 2001-м Сергей перебрался в московский ЦСКА, где стал основным. Его уверенная игра за армейцев побудила главного тренера украинской сборной Валерия Лобановского вызвать Сергея в состав национальной команды. 2001-й должен был стать звездным сезоном Перхуна. 18 августа в Махачкале вратарь вышел на матч против Анжи. На 75-й минуте нападающий Будун Будунов в игровом эпизоде столкнулся с галкипером армейцев. Оба футболиста рухнули на газон. Перхуна доставили в больницу. Медицинская помощь понадобилась и Будунову. В столкновении он получил сотрясение мозга и следующие 9 дней форвард Анжи провел в реанимации. В Махачкале, где произошла трагедия, врачи оказали необходимую помощь Перхуну. Все время он был в сознании и его готовили к перелету в Москву. После 15 минут дороги до аэропорта вратарь неожиданно потерял сознание. У него начались судороги. И в больнице Перхун впал в состояние глубокой комы, из которой так и не выкарабкался. За 10 дней борьбы за его жизнь сердце Сергея останавливалось трижды. Сегодня в 5.30 утра оно остановилось совсем. Это ужас, конечно, потому что он еще и молодой, там невероятно перспективный тип тогда считался. Я помню еще первую трагедию у нас первой, когда попал после чемпионства Еремин, который тоже там с перспективой на сборную. И он попал в автомобильную аварию и погиб после чемпионства. А видишь, вот раз в 10 лет у них такой момент. Это ужас, потому что там игровой момент. Я надеюсь, я уверен, что это так, что Будун Будунов не сказал себе, да, ладно, это игровая ситуация. Я уверен, что он себя там внутри изъел всего. Ну потому что это... Прощение состоялось в Москве, а похоронили Перхуна в родном Днепропетровске. В ЦСКА 16 номер закреплен за Сергеем Перхуном. Одну из стен стадиона на Песчаной улице украшает большой мурал с изображением украинца. Так верные фанаты отдали дань уважения футболисту, рискнувшему жизнью ради спасения ворот ЦСКА. Будун Будунов вернулся в футбол только в следующем году. Всю карьеру ему приходилось слышать оскорбления в свой адрес. А как ты относился к этой теме, что Будуна Будунова, ну потом просто, ну, не то что костерили на трибунах, но это какой-то запредельный уровень хейта был. К сожалению, он был на трибунах, он, это же случилось, когда он играл Занжи. И да, на трибунах просто вот кричали «преступник, убийца». Ты слышал, да? Да, я это прям слышал. И, ну, у меня своеобразное бывает отношение к поведению фанатов. Я понимаю, что одна из задач вот фанатизма вот этого – выбить из колеи, выплеснуть всю эмоцию. И иногда, ну, не видят фаната тормозов. Но для меня это было каким-то таким жутким перебором, потому что, не дай бог, это ведь пережить каждому. Вот ты играешь в футбол, то есть там, ну, всякое в жизни может случиться, но на футбольном поле какова вероятность, что ты не придумышленно… Ты не боксер, который попал случайно на висок там куда-то или еще что-то. Да, тебе жить с этим всю жизнь, я думаю, что, ну, никому не пожелаешь этого. И напоминать об этом, давить на это, ну, что значит убийца? Тем более, если мы вспомним, там даже в грубости особо его обвинить нельзя. В том-то и фишка. Ну, вот для меня… Ну, вот столкновение, несчастный случай. Я еще и много потом, лет спустя, когда пересматривал этот эпизод, я был как бы шокирован тем… Понятно, что эффект Манделлы или сквозь время ты какие-то детали забываешь, ты думаешь, а на хрена там вообще Будунов туда поперся. А так история в том, что это Перхун вышел за пределы штрафной, и Будунов сыграл в мяч. Он ударил головой в мяч, мяч еще от Перхуна отскочил от его головы вверх, и сам Перхун уже на этой скорости влетает в Будунова, понимаешь, сам этим движением. Это просто стечение обстоятельств. Таких столкновений мы в каждом туре, не знаю, одного чемпионата увидим кучу. Да хоть в медиа-лиге таких. Голова в голову, да. Ну, просто вот, к сожалению, это все закончилось так печально. Я помню все это, когда спустя годы там жена Перхуна символический удар по мячу наносила. Это трагедия, но точно нельзя вот так давить на человека. Ну, короче, я вот еще тогда поймал себя на ощущении, что как это страшно вообще. Он выходит на поле, продолжает играть, и вот слышит вот это. Ну, жутко, жутко. Скандал в Лиге чемпионов. Локомотив заставили переиграть матч. 8 сентября 2001 года впервые в истории российского футбола прошла переигровка Еврокубкового матча с участием нашей команды. Результат победной встречи аннулировали из-за невнимательности судей. Лига чемпионов для Локомотива стартовала на предварительной стадии – матчами с австрийским Тиролем. Локомотив победил. 3-1 дома и 1-0 в гостях. Но результат второй игры аннулировали. Виной тому ошибка главного арбитра встречи. В одном из эпизодов ответной игры он должен был удалять игрока Локомотива Руслана Пименова за вторую желтую карточку. Московский Локомотив остается в десятером. Вот это да. Но судья почему-то показал предупреждение Владимиру Маминову. Австрийцы подали протест после игры, и УЕФА его удовлетворил, отменив результат ответного матча и назначив переигровку. Такое в мировом футболе нонсенс. Футболисты Лока даже видели заговор в этом. Да, на самом деле был тяжелый такой момент, период. Мы сначала не верили, что такое может. Все-таки команда выигрывала 1-0. И понятно, что при таком счете даже в десятером мы бы вряд ли проиграли бы 3-1. И реально было очень сложно подготовиться к этому матчу, потому что его поставили сразу после матчей сборных. И реально в Локомотиве было много игроков национальной команды, которые разъехались, уехали в сборную. И потом, когда приехали, получается, мы там пятого сыграли, по-моему, матч сборной. Шестого вернулись, седьмого уже в Тироль. Ну, для игроков, может, даже и лучше, потому что нам пообещали еще дополнительные премиальные за этот матч. И мы приехали, и наш министр все, что обещал, все выполнил. В третьей игре своеобразной серии Локомотив оказался под страшным давлением. Австрийцы нанесли около 30 ударов. Но в этот день свой лучший матч в карьере провел Руслан Нигматуллин. Выдающаяся игра голкипера не позволила австрийцам добиться нужного счета. По сумме двух матчей дальше прошел Локомотив. Главное спортивное издание страны, Спортэкспресс, поставило оценку 9 из 10 Нигматулину. Но газета вышла с заголовком. Нигматуллин 10 и 0 от России. Это было очень приятно, что так вся страна за нас переживала. Большое спасибо всей команде. К тому же Руслану Нигматуллину, который провел свой фантастический самый матч в карьере. Мы после матча с Сиролем через три дня, по-моему, уже играли в виде чемпионов с Андерлехтом. И как раз катастрофа, по-моему, произошла в Нью-Йорке как раз в этот день. Здравствуйте! Такое дежурное приветствие, даже банальное, сегодня таковым, наверное, не выглядит. Сегодня всем нам слово здравствуйте. Только в буквальном смысле следует... Прошу сегицу. Великий Майкл Джордан. Его воздушество вернулся в баскетбол. Один из главных спортсменов мира, наверное, устал от менеджерской возни, от бумажек и вновь решил взять мяч в руки. 25 сентября 2001 года лучший баскетболист планеты стал игроком клуба NBA Washington Wizards. Ну, поначалу радовались все, но эмоции быстро сменились. Джордан завершил карьеру в 1998-м. Но спустя год вернулся в НБА в качестве совладельца клуба Washington Wizards. В клубе его слово было последним при решении всех кадровых вопросов. Он там был царь и бог. Но у многих компетенция Джордана в руководящей работе вызывала недоумение. Джордану тогда 38, выглядит он свежо и вокруг него только и разговоры. А почему бы великому Майклу не вернуться еще на сезон-другой? Джордан уверял, что этому не быть. Но летом 2001-го сам начал намекать на скорый комбет. Вариантов, зачем ему это, много. Вплоть до того, что якобы Джордан хотел поднять продажи кроссовок своего бренда, который к моменту ухода Майкла Спаркета переживал потерю популярности. Ну, я думаю, что это все преувеличено. Потому что у Джордана всегда все было хорошо в плане кроссовок, плюс американский бренд. Американцы его любят, американская условная игра, впитанная до мозга костей. И что делал Азиас? Кто у них там был? Коби Брайант. Коби Брайант выиграл в Адике. Но они продавались плохо, никому были неинтересны эти кроссовки. Вот Джорданы всегда были сильно интересны. Я думаю, многие знают, что он был, не помню, кем-то, то ли акционером, то ли еще кем-то был в Вашингтоне. Понятно, что ему нужно было привлекать людей. Конечно, если ты начинаешь владеть франчайзом, тебе нужно повысить его стоимость. Ну, почему бы и не сыграть, и не привлечь к этому внимания? Все знали, что он придет туда, и сразу деньги посыпятся. Думаю, что это было основное. Не рать любви к игре. Джордан вернулся в профессиональный спорт в качестве, вот только вдумайтесь в эту формулировку, играющего президента. Ну, свое решение он объяснил желанием помочь деньгами жертвам теракта 11 сентября. Надо понимать, что Майкл не из дивана вышел на паркет. Весь год он поддерживал форму и провел несколько тренировочных сборов в Чикаго. Возвращение Майкла обсуждали все. Билеты на домашние игры тут же и раскупили, как и ТВ-трансляции матчей Вашингтона. До прихода Джордана клуб был 18-й по посещаемости в лиге. А уже после команда стала второй. Мой как раз первый сезон. Я, конечно, я ожидал игры этой. Конечно, я в ужасном волнении увидеть вообще его воздушество по-настоящему. Вот на площадке здесь со мной играет. Конечно же, это как для своей биографии. Даже в мемуары можно поместить все эти воспоминания. И, естественно, даже что касается игры, на первые 2-3 минуты я просто бегал по площадке только потрогать его. Потрогать все это Майкл. Вот он приобнял его, подтолкнул. Я чуть очков 6 забил. Он, по-моему, 43 всего лишь. Но из-за того, что Джордан совмещал игровую карьеру с руководящей должностью, в клубе возникали конфликты. Он обменивал партнеров, назначал удобного себе тренера, подстраивал остальных под свою тактику. В одном матче он мог выдать всего 6 очков за игру. А через 2 дня – 50. Это и есть лучшая иллюстрация двух лет Майкла в составе Уизардс. Игроки клуба, которые должны были впитывать опыт великого Джордана и искать в этом мотивацию, скорее были раздражены его ролью в команде. Но Майкла все равно обожали. Ему доверяли. И сам он, уже в серьезном для спортсмена возрасте, с травмированным коленом умудрялся оставаться тем самым Майклом Джорданом. То есть вроде бы он там особо не бежал уже, слишком сильно не прыгал, но вот эти мягкие движения все плавные. То есть разворот, когда у тебя тело невозможно почувствовать. Очень круто. Ты хочешь играть, как ты привык играть. И когда ты уже не можешь играть по ряду причин, у тебя ты стареешь, травмы огромные получаются, от тебя болельщики все ждут. Да ладно болельщики, ты сам от себя ждешь определенного уровня, а ты уже не можешь его дать, тогда ты должен для себя принять решение. Он два раза уходил, все два раза очень рано он уходил, ему не нужно было это делать. Он мог продолжать набирать очки, понятно, что там есть разные обстоятельства, по которым он уходил, но тем не менее он мог продолжать это делать, чтобы Леброну и всем остальным потом было тяжело его догонять. Но вот он вернулся, хорошо, что вернулся. И в общем, нет, считаю, что это было круто. Для Вашингтона это в особенности было круто. То есть Джордан, на мой взгляд, на самом деле он не перебрался на слишком много. То есть он там вот эти пару сезонов сыграл с Вашингтоном и все, и закончил. То есть у него не было такого, ну ладно, еще попробую, и еще, и еще, и еще. Побив несколько возрастных рекордов, Джордан закончит в 2003 году. Но за два года он так и не вывел свою команду в плей-офф. Знаешь, тут надо копаться в мотивации. Зачем? Почему ты не допускаешь самое простое объяснение? Ему стало скучно. Вполне возможно. Вот нам с тобой сколько лет? Ну вот под и за 40. Вот, и представь, что в нашей... Это вечная проблема спортсмена. Представь, что вот в этом возрасте, как сегодня, мы заканчиваем дело всей своей жизни. Нам говорят, все, ну Дима и Дима, давайте, вы не можете, тут вот 20-летний сильно лучше вас. И мы такие, ну хорошо, там, президентом клуба стали, что-то не знаю, ты там пошел еще что-то заниматься, я еще что-то. И вдруг, через год, а мы чувствуем как будто все силы, мы, блин, у тебя в голове, я же еще Дима Шнякин, я мистер воздушества. Похер на порванные кресты, я хочу еще играть. И такой, блин, и могу. Ну реально могу выйти и играть. Ну скучно мне, ну похер, ну они до меня не были чемпионами, и после меня не будут чемпионами, поиграю три года. А возможно в голове еще, что я сейчас выйду и всех просто уничтожу. Я просто к тому, что, Дим, ну это получается, ну кукловод. Ну кукловод, понимая, что у тебя все возможные, даже тренер потом, который с ним работал, ну признавал, он, да, меня поставил, и он потом сам мне указывал, когда себя выпускать или не выпускать. Но это же ненормально. Это ненормально для нас с тобой, а для великого спортсмена, который привык просто быть лучшим на планете в своем. Вот ты комментатор, я комик, представь, что мы безоговорочно лучшие в истории в своем деле. Очень долго. Все, мы это сами осознаем. Даже не важно, что мы там, премию какую-то получили еще, мы просто это знаем. И все вокруг говорят, Дим, ну ни до тебя, ни после не будет такого комментатора. И ты в своей голове, ну ты все, ты есть комментирование вообще, все. И в какой-то момент такой, ну вот, я так решил. Ну это, мне кажется, обратная сторона этой гениальности, этого масштаба личности. Ну хорошо, последнее. В режиме да-нет стоило возвращаться или нет? Постфактум нет. Как и все в спорте, можно оценить, к сожалению, только постфактум. Многострадальная, наверное, по-другому и не скажешь, сборная России по футболу вновь на Мундиале. Спустя 8 лет она все же пробилась на чемпионат мира через скандалы, ошибки судей, но все-таки сделала это. Россия пропустила Мундиаль 1998 года. А когда наша команда драматически не вышла еще и на Евро-2000, главный тренер сборной Олег Романцев вообще хотел уйти из профессии. Но ему не дали сделать этого. Оставить команду было не на кого. В отборе на мир Россия попала во вполне себе проходимую группу со Швейцарией, Фарерами, Югославией, Словенией и Люксембургом. Наша команда ровно набирала очки в матчах с прямыми конкурентами, проиграв лишь однажды на выезде в Словении. Измайлов идет дальше, идет по боску, бьет и попадает прямо в галкиера Семеновича. Тот матч вышел скандальным. Игру судил англичанин Грэм Пол, статусный арбитр из английской премьер-лиги. В середине второго тайма сборная России пропустила, но быстро отыгралась. Забил Егор Титов. Все шло к ничей, которая вполне устраивала нашу команду. Но она не случилась. На 90-й минуте судья назначил очень странный пенальти, которому удивились даже славянцы. 11-метровые хозяева реализовали и добились важной победы. Честно говоря, не знаю, на что среагировал английский арбитр. Бьет Ачимович, но... Представители сборной России после матча вообще не сдерживали эмоций. Титов увидел в таком судействе заговор против всего российского футбола. Романцев прямо обвинил судью в предвзятости. Ну, якобы тот в перерыве заходил в раздевалку к славянцам. Вот они везде пишут, европейские, УИФА, ФИФА, фэйрплей. Но мы пока фэйрплей нигде не видим. Скандальный пенальти осложнил жизнь нашей сборной. И возможное поражение в последней игре отбора против швейцарцев обнуляло все труды. Напряжение чувствовалось и в команде. Поэтому решено было сходить всем составом в Большой театр, на оперу. Инициаторами стали сами футболисты. Театр помог. Россия разгромила Швейцарию 4-0 и вышла на чемпионат мира. Впереди команду ждала подготовка к лету 2002. Я всю жизнь об этом мечтал с самого детства. И очень рад, что мечта моя осуществится. Каждый раз, когда сборная попадает на крупный турнир, вот это осень обычная. И вот они добиваются результата. И у тебя открывается портал надежд невероятных. Сейчас будет жеребьевка в декабре. Когда мы узнаем, на кого мы пойдем, ты что-то с ожиданием ждешь. Потом думаешь полгода, какая заявка будет у сборной. Как они подготовятся. Вот эти три матча, как они сыграют. Турнир начинается. Все такие ожидания, ты подходишь к этому. Да, в тот период, с которым я начал болеть. И до сих пор большинство ситуаций было, когда эти три матча просраны. То есть это первый матч надежда, потом крушение надежды, третий окончательное крушение надежды. Но вот эти полгода надежды, они что-то невероятное дают. Просто победа, большая победа. Победа российского футбола, несмотря ни на что. Поздравляем еще раз. Поздравляем еще раз. Он стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. В соперниках был молодой и дерзкий американец Заб Джуда. Уроженец небольшого уральского городка Свердловской области был одним из самых ярких боксеров-любителей своего времени. Завоевав золотые медали первенства Европы и мира, а также Игры доброй воли, он решил не дожидаться Олимпийских игр 92-го года в Барселоне и перешел на профессиональный ринг. К 2001 году Дзю на пике славы. В феврале он уложил американца Шармба Митчелла и взял два пояса. Для статуса абсолютного чемпиона оставалось завоевать мировой титул федерации IBF. Владел им не знавший поражений молодой американец Заб Джуда. Его тогда считали новой суперзвездой бокса. Вообще, вел себя Заб нагловато. Оскорблял Костю в СМИ, говорил, что разобьет дырявую как сыр защиту Дзю, а тот держал спокойствие. По легенде, после процедуры официального взвешивания, когда соперники стояли рядом, фейс-то-фейс, глаза в глаза, Дзю неожиданно спросил у Заба, «А как дела у твоей дочки? Дети — это даже лучше, чем выиграть мировой титул, не правда ли?» Американец растерялся. 3 ноября 2001-го на арене одного из самых больших казино Лас-Вегаса состоялся долгожданный бой. В сопровождении Джуды оказался даже сам Майк Тайсон. Заб на 8 лет моложе Дзю, и многие эксперты уверяли, что американец превосходит россиянина по всем характеристикам, и у нашего боксера попросту нет шансов. Гонг. В начале боя Костя получил пару сильнейших ударов и вчистую проиграл первый раунд. Во втором раунде Дзю сразу начал теснить американца. Заб выглядел пассивно, ему никак не удавалось остановить атаки Кости. И перед самым гонгом россиянин все-таки добился цели. Силовая двойка завершилась чудовищным по силе ударом справа. Кулак Дзю угодил прямо в челюсть Заба, и тот рухнул. Прибывая в шоке, Заб попытался вскочить, но он находился в состоянии гроги. Американец еще мог жестикулировать рефери, но снова упал. Увидев это, судья закончил бой. Потеряв контроль над собой, Джуда бросился на судью, тыча ему перчаткой в лицо. Успокоить боксера удалось только спустя 10 минут. Чистая победа Дзю. Гонорар за этот бой стал рекордным в карьере Константина. Полтора миллиона долларов. Через 4 года Костис Дзю завершит карьеру. Сейчас под этой известной фамилией, которая вызывает страх у соперников, боксирует его сын Тим Дзю. Да, его отец мой друг, он легенда. Мы сделали нечто больше, чем 25 лет назад. Люди до сих пор об этом говорят. Это замечательно, понимаешь? Как там в песне группы Сплин? Помните? Словом, мы все больны гонболом, и за гонбол умрем. Вот она даже была написана как раз в начале нулевых. А в 2001-м случилась большая победа российского гонбола. Впервые женская сборная России выиграла золотые медали чемпионата мира. И именно в 2001-м началась история великой команды Евгения Трифилова. В 90-е женский гонбол представлял из себя грустное зрелище. Национальной команде не удавалось выйти на Олимпийские игры, а на последнем в 20-м веке чемпионате мира команда и вовсе заняла только 12-е место. Все понимали, что необходимы перемены. Прежде всего, в тренерском штабе. Наставником команды выбрали главного тренера Тольяттинской «Лады» – 44-летнего на тот момент Евгения Трифилова. Специалист серьезно обновил сборную и сходу завоевал бронзовые награды чемпионата Европы 2000. Следующая задача – показать приличный результат на мировом первенстве в Италии. Трифилов поменял подход к комплектованию состава. Как итог, по ходу чемпионата мира Россия не проиграла ни одного матча – 8 побед из 8. Причем в соперники нашим девушкам попадались команды из самой элиты мирового гандбола. В финале россиянок ждали действующие чемпионки мира – это сборная Норвегии на тот момент. И чтобы набраться сил после утомительного полуфинала, тренерский штаб Трифилова пригласил всю сборную в настоящую итальянскую пиццерию. Ну, дело было в Италии. И говорят, что этот тимбилдинг очень помог. Но уверенность и сплоченность сделали свое дело. Шесть мячей преимущества к перерыву, пять к финальной сирене. 30-25 в пользу команды Трифилова. Первое в истории России золото в женском гандболе. Смена тренера сработала. Трифилов был на одной волне с игроками. И после победы тренер, которого все мы знаем как жесткого и требовательного, лакал. Потом были еще три таких золота. Медали на чемпионатах Европы, серебро Пекина и триумфальные олимпиады в Рио-де-Жанейро. И все это было с Трифиловым. Но именно та сборная из 2001-го положила начало формированию женского российского гандбола как мирового бренда. Брависсимо! Спасибо вам, девчонки, за эти испытания, за это. Лихие нулевые калечили журналистов не реже лихих девяностых. Утром 23 октября совершено покушение на комментатора Василия Уткина. Неизвестный прямо на улице дважды ударил звезду спортивной журналистикой с заточкой в спину. Мотивы нападавшего так и остались тайной. Уткин осенью 2001-го суперзвезда. Главный спортивный журналист страны. Он уже комментировал два финала Лиги Чемпионов, востребован на неспортивном ТВ и в спортивной прессе. Утром 23 октября Василий вышел со двора своего дома на Малой Бронной. Неожиданно к нему выбежал мужчина в плаще и кепке. Неизвестный нанес удар в спину Василия острым предметом. Исполин Уткин вообще не сразу понял, что случилось. Он буквально пошел дальше по дороге, пока его не окликнул случайный прохожий. Он увидел что-то торчащее из спины габаритного Василия. Уткин присел на лавочку, связался с коллегами и уже через полчаса лежал в институте Склифосовского. Все это время заточка не расставалась с Василием. Комментатор нашего канала Василий Уткин. На него было совершено утром сегодня нападение. Какой-то трусливый отморозок нанес Василию два удара. Уткина оперировали полтора часа. Раны оказались глубокими, но опасности для жизни не представляли. В больнице у Василия взяли показания милиционеры. По приметам преступник был объявлен в розыск. Сам Уткин заявил, что его перепутать с кем-то невозможно. Поэтому покушение точно было на него. Причины произошедшего Василий обсуждать не захотел. В больнице Уткин провел около двух недель. Его посещали Алина Кабаева, Виталий Мутков, Владислав Радимов. Палата находилась под охраной. А преступник так и не был найден. Я помню хорошо, когда эта новость разошлась. Шуму было, потому что времена такие, журналисты страдали, журналисты погибали. Покушений было достаточно. А тут какой-то, знаешь, выход на другой уровень. Потому что обожаемого. Чуть ли не вся страна его обожала. Потому что Вася Уткин, мне кажется, это вот такой образ. Он такой волшебник, который открыл портал в другой мир. Красочный. Какие-то, знаешь, европейские футбольные матчи. Какая-то другая планета. Мы тут с кризисами своими, да? А они там играют в футбол. И его обожали. И не только за это. Да, но я не могу сказать, что сильно переживал. Я воспринял эту новость ровно так, как ее воспринимает подросток. Я узнал. Тут же, ну, соответственно, эта новость вышла для меня таким образом. Произошло покушение. Все закончилось хорошо. Все. И вот на этом мое переживание как будто бы остановилось. Что все хорошо. Все закончилось хорошо. Сергей Микулик. Легендарный журналист, который брал интервью еще у суперзвезд советского спорта. И до сих пор при памяти. Сергей Арнольдович рассказывал мне такую историю, что когда в Васю всадили эту то ли отвертку, то ли заточку, отправили в институт Скильфасовского. Уже он в состоянии, ну, как в отключке, потому что готовили его к операции. Выходит после операции хирург, подходит к Сергею Арнольдовичу, говорит. Вы знаете, надо сказать, что на 8 сантиметров зашел этот предмет. Ну, это смертельный случай. И потом, так знаешь, подбирая слова, все-таки речь идет о кумире, о всенародном любимце. Но особенная конституция пациента позволила ему выжить так аккуратненько. То есть, ну, надо признать, что жировая прословечка спасла Васю. Ну, 8 сантиметров это очень много. Это смерть. Это смерть, но получилось так, как получилось. И ты знаешь, его как рок-н-ролльную звезду или звезду политики, кстати, Вася в том числе и был политическим журналистом, и очень часто политику внедрял в свои сюжеты, посвященные спорту в том числе. Его это покушение сделал еще более крутым его и его карьеру. Ну, неловко это говорить в присутствии другого комментатора, но для меня нет вообще даже близко футбольного комментатора. Подожди, я тебе первый про это скажу, что нет и рядом никого. Ну, для тебя он учитель, пример. Для меня все-таки как для болельщика, но я вот считаю, что есть он и все остальные. Потому что ты, наверное, еще как комментатор много сейчас приведешь суперклассных комментаторов, и я с тобой даже соглашусь, но для меня это голос детства. И это перечеркивает вообще все. Более того, это странно сейчас прозвучит, но я думаю, что он в том числе повлиял вообще на мой юмор и на мое занятие юмором, что абсолютно странно, ведь он этим не занимался. Мне все то же самое, скорее какие-то стилистические моменты в комментарии перенял. И более того, не могло быть иначе, потому что мы все так или иначе воспитывались на нем. В моем случае он еще и мой учитель. Таким был 2001 год в спорте. Увидимся в следующем, в 2002, где нас будут ждать чемпионат мира в Японии и Корее, скандальные Олимпийские игры, победный для России кубок Дэвиса, первый титул Тома Брэдди и последний престижный бой Дайсона. Субтитры сделал DimaTorzok